А этот день мы благодарны Господу, что у нас еще есть время, еще Бог дает нам силы, дает нам мудрость, смирение сердца, чтобы мы вот так могли собираться слушать, питать свою душу, дух, сердце Его славным словом. Я благодарю вот за это ободрение, за это размышление над плачем Иеремии и на те выводы, которые были сделаны духовно нашей сестрой Натальей. Слава Господу, что мы сегодня уже в преддверии Рождества Христова сегодня можем славить нашего Господа. И как раз моя тема, которая будет также связана со светом Божьим. И я хотел бы сегодня, чтобы вы услышали тему «Иисус Христос – звезда светлая и утренняя, озарившая великим светом благое вести спасения этот погибающий мир». Может быть, немного длинное название, но я думаю, оно как раз отражает все то, что сегодня мы должны познать, если еще не познали, что наш Господь Ишуа является звездой светлой и утренней. И об этом он сообщил нам в книге «Откровения» в 22 главе он говорит о том, что «Я корень и потомок Давида – звезда светлая и утренняя». Это его слова, это его речь, это его заключение всей этой книги «Откровения» и всей книги Святого Писания 66-й книги. И поэтому для нас сегодня, я думаю, очень важно лучше понять, что же стоит за этим его именем «Звезда светлая и утренняя». Дорогие друзья, я думаю, что для этого следует нам пройти на несколько книг, которые бы помогли нам как бы в полноте истины познания Божьего действительно увидеть нашего Господа как такую звезду, потому что она охватывает и Тору, и Танах, эта тема затрагивает, и, конечно же, Новый Завет. И поэтому мы еще раз увидим, что слово действительно оно полное, это слово, которое из Священного Писания мы не имеем права вообще делить на какие-то части, старый, Новый Завет, все это слово святое, важное для нас, для нашей жизни. Итак, мы начнем с самого начала, с самого начала, которое начинается книга «Бытие», это первая книга. И уже здесь мы с вами сейчас увидим, как Господь говорит нам о этой теме, об этой звезде. И вот мы читаем с вами, что в первой главе Господь говорит вначале «Сотворил Бог небо и землю, и земля была безвидной, пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один, день первый». Итак, мы с вами увидели, что пред началом сотворения неба и земли, что вся вселенная находилась, можно сказать, в безвидном состоянии, что тьма была над бездной. И пока мы видели, что Дух Божий трудился в это время над строительством земли, и мы с вами видим, что Дух Божий носился над водою, и вот в этот момент сам наш Господь Бог, наш Отец Небесный сказал и произнес очень важные слова «для всей вселенной да будет свет, и стал свет». То есть мы с вами видим, что Господь Бог собою, собою именно озарил вот эту всю вселенную своим божественным светом. И мы видим, что сразу же произошло то, что было очень важно, что Господь отделил Бог, отделил свет от тьмы, что мы читаем в четвертом стихе, и что он уже назвал сразу же свет, получил свое наименование, он был назван днем, а тьма была названа ночью. Итак, мы с вами вот увидели это очень-очень важное начало всей вот этой книги «Бытие», и вот дальше в 14 стихе мы еще раз возвращаемся к теме света. И мы видим, что Господь говорит и сказал Бог, 14 стих, «Да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений времен и дней и годов, и да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светила большая для управления днем, и светила меньшая для управления ночью, и поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделить свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». Итак, действительно, все, что Бог не делал, мы с вами опускаем в другие части этой главы о сотворении, даже для того, чтобы все-таки сфокусироваться на теме света. И мы понимаем, что Господь сначала озарил собою, так как Он есть свет, Он озарил всю Вселенную светом, а затем именно для земли Он создал два славных светила, и это было на четвертый день сотворения. И мы с вами видим, что это тоже очень важно для нас знать, что насколько два светила Солнца и Луна стали действительно теми звездами, теми планетами, которые помогают жизни на Земле, потому что они не только дают свет, да, Солнце дает свет днем, а ночью Луна светит, и звезды сверкают, которые тоже помогают этому свету распространяться ночью. И поэтому мы с вами видим, что уже вот в этой главе, в этой книге «Бытие» мы видим, что это очень важная для Бога тема, и поэтому ее начинают развивать с самых первых своих слов, чтобы мы знали, что наш Бог, единый, триединый Бог является великим светом жизни, и что действительно, когда мы говорим об этих планетах, об этих звездах, о ангелах, небожителях, мы тоже сегодня узнаем о том, что они тоже являются носителями света, так же, как и потом Господь обратил человечество к себе, и создал свою церковь для того, чтобы мы несли Божий, небесный, духовный свет этому миру, который погрузился во тьму после грехопадения. И вот это очень важно для нас также понять. Итак, мы с вами можем обратить внимание вот сейчас, я хочу перенестись на минуту в первое послание Коринфянам, в Новый Завет, чтобы что-то очень важно еще сейчас услышать об этой теме в духовном отношении. Итак, мы с вами открываем книгу «Первое послание Коринфянам» и открываем с вами 4 глава, 4 глава, 4 глава, и прочитаем с вами первое. Так, и сейчас, чтобы я не ошибся. Это второе, я извиняюсь, второе послание Коринфянам. Второе послание. С третьего стиха мы читаем следующие очень-очень важные слова для нас. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, мы с вами увидели здесь вот в этих двух стихах о том, что Господь действительно разделяет этот мир уже на протяжении двух тысяч лет на людей, о верующих и неверующих. Он говорит о неверующих людях, которые не узнали пока, не приняли, не поняли, что есть живой Бог и продолжают жить, как будто бы его нет, и как будто бы они не нуждаются ни в каком спасении, и что вообще никакого спасения нет ни от кого. То есть их спасение – это как можно дольше прожить свою жизнь, и вот на этом заканчиваются все их мысли о том, в каком они состоянии. Они находятся в тяжелом состоянии, опасном, страшном, потому что Сатана, дьявол, тот, кто является Богом века сего, он ослепил их, и после грехопадения они находятся в ослепленном, мертвом состоянии своей души и духа. И только при встрече с Господом может совершиться воскресение и души, и дух, и сердце очистится от всего порочного и злого. Итак, мы с вами посмотрели и увидели, что действительно то, что сказано в первой главе «Бытия», и то, что мы прочитали в Коринфянам, очень взаимосвязано, и мы будем говорить о звезде светлой и утренней, конечно же, в первую очередь, с духовного взгляда. Будем проецировать свой взгляд на основание Слова Божия. Вот посмотрите, дальше мы с вами переносимся в «Бытие» на 15 главу. 15 глава «Бытия», и мы сейчас с вами прочитаем следующие слова. Это встреча нашего Господа с Авраамом. И вот что же сказано было Аврааму при этой встрече. «Господь говорит, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма великая». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель дом моем, Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господу к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал, «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь честь их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Посмотрите, какое прекрасное, замечательное Божие откровение мы находим в этом отрывке, в этом разговоре Авраама со своим Богом. И мы видим, что действительно обещание, обетование для будущей жизни Авраама было прекрасным, и что Бог действительно сказал, что Он будет всегда Его щитом, и награда Его впереди великая ждет. Это замечательно. Я думаю, что для нас это тоже прекрасный духовный урок, что и мы сегодня, служа Богу, всегда ждем и мечтаем о том, что Господь нас благословил, чтобы мы могли пройти свой путь и получить тоже награду, ту, которую Господь захочет дать нам в будущем. Итак, вот посмотрите, дорогие друзья, что еще очень важно Он сказал, когда Он вывел его, Авраама, на улицу и показал ему на небе сколько звезд, на небе, и вот столько будет потомков у него, которые будут тоже такими верными, как Авраам. И Он их называет, то есть мы понимаем, что Он их сравнивает со звездами. Речь идет о людях, речь идет о Израиле, избранном народе Израиля. Здесь Он не говорит пока о церкви или о ком-то другом. Он говорит о избранном Израиле, о святом остатке Израиля. Это очень важно для нас понять с вами. Итак, мы с вами здесь увидели то, что звезды вообще в Библии называются и ангелы, которые называются звездами, звездами называются люди, как мы сейчас с вами прочитали из этого отрывка. И мы понимаем, что звезды действительно это очень широкое понятие, очень широкое важное для нас понимание звезд. Вот сегодня, когда мы смотрим на этот мир, и мы знаем, что сегодня Бог века всего все пытается извратить из Слова Божия. И Он хочет все показать совершенно в другом виде. И люди, которые ослеплены, им они не понимают, и они как бы берутся на приманку, и они хватают вот то, то кормление, тот яд, которым Он кормит людей в отношении даже темы звезды. Сегодня мы с вами знаем, какие звезды есть, эстрады, звезды спортсмены, звезды еще каких-то властях, мы знаем, что звезды есть в виде каких-то символов оккультных. Это тоже звезды, красная звезда, красногвардейская звезда, звезды Кремля, звезды оккультические, эти звезды, это звезды языческие, это звезды, которые людей вводят в дальнейшие заблуждения, во грехи и так далее. Они вводят их в разные виды страшных оккультных религий. И поэтому мы с вами должны знать, что даже звезда Давида, о которой мы слышим, мы с вами не читаем, что Давид назван звездой, и мы с вами не считаем, что это вот такая шестиконечная звезда должна быть. Когда появилось это поверье, неизвестно, и верит ли оно действительно библейское обоснование, которое и сегодня флаг мы знаем Израиля с такой звездой, но насколько это показывает, что это есть связь с нашим Господом, с Богом Израиля, мы не находим в Слове Божьем. И поэтому мы с вами понимаем, сколько, в каких заблуждениях сегодня тяжелых находится этот мир. Давайте посмотрим дальше, что мы продолжаем с вами наше путешествие по Слову Божьему, и сейчас переходим мы к книге Исход. Давайте посмотрим, что в книге Исходе. Мы читаем очень тоже для нас, на мой взгляд, очень важные мысли, откровения. Это Исход, 14 глава. Вот откроем с вами 14 главу и прочитаем следующее. Это два стиха. Мы читаем с вами момент, очень важный в жизни Израиля, когда Господь его вывел из Египта уже. И вот его нагоняет колесница и фараона. И вот Израиль угрожает фараон полным уничтожением, чтобы он не перешел Красное море, чтобы Израиль погиб еще на берегу. И вот мы видим, какие действия предпринимает наш Господь по защите своего народа. Мы читаем с вами два стиха, а даже три. 18 стих, 14 глава, Исход, 18 стих. И узнает египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедшийся перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, и двинулся в столб, и столб облачный от лица его их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским, и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сближались они друг с другом во всю ночь. Итак, вот мы с вами увидели, какой как бы стратегический маневр совершил наш Господь с помощью ангела Божьего. Кто это был ангел Божий? Ну, мы можем гадать и говорить, ну, здесь, наверное, какой-то ангел, которого Господь послал для того, чтобы защитить народ Израиля в это опасное время для его жизни. Но мы с вами знаем, и дальше это подтверждает опять Слово Божие, что речь идет о ангеле Господнем, что речь идет о самом нашем Боге, о Сыне Божьем, о Ишума-Шьехе, который стал тем, кто вывел народ Израиля из египетского плена. И вот мы с вами видим, как он здесь воюет. Мы видим с вами, как он здесь показан не только как ангел Господень, который еще до своего первого пришествия, придя в этот мир как человек, то есть подтверждает его имя, его тетраграмматон, да, Бог Яхве, который переводится не только как тот, кто был, есть и грядет, но буду тем, кем буду. Есть и такой перевод этого имени, и поэтому мы с вами должны понять, что для нас очень важно, что Господь становится тем, кем Он захочет для того, чтобы совершать свою защиту, своего народа, для того, чтобы сделать то благо, которое только Он мог бы сделать. Он не доверил это никакому другому ангелу, даже архангелу, но он сам пошел, как здесь написано, вы видите, он, во-первых, двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израиля, обратите, впереди Он шел и пошел позади их, потом Он пошел позади их. Как действительно здесь можно сравнить с кем? С пастырем. Пастырь всегда идет вначале впереди, потом Он идет сзади для того, чтобы защищать и слабых, и тех, которые особенно нуждаются в помощи. И мы видим, что Он это делает, и пошел позади, двинулся, и стол облачный от лица их и стал позади их. И здесь ему также помогал стол облачный. Здесь мы можем сравнить две звезды, светильник большой и светильник малый, луна, который светит ночью для нас. То есть здесь мы видим как бы две звезды. И вот дальше мы видим в 20 стихе «Вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израиля, и был облаком и мраком для них, и освещал ночь для других». То есть для Израиля, он стал светом и не сближались, они не могли сблизиться, они ничего не могли египтяне сделать, они были во мраке, во тьме. И вот тогда вот мы видим 21 стих «И простер Моисея руку свою на море и гнал Господь ветром сильным, восточным ветром всю ночь и сделал море сушую, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, вода же стояла стеною по правую и по левую сторону». Вот такое величайшее чудо совершил Господь по защите народа Израиля. Замечательно, я думаю, вот мы видим уже нашу звезду, которая действует смело, решительно, мудро, и мы видим, победа уже состоялась, потому что благодаря этому переходу, когда они перешли, то Бог дал возможность этим колесницам войти лишь в воду, и Он их потопил, потому что две стены водяные были сброшены на их голову этих египетских солдат. Итак, мы с вами видим, что же происходит дальше. Мы с вами видим прямо в книге «Исход» еще интереснейшие два места. Это «Исход» 23 глава. Посмотрите, что здесь мы видим о нашем Господе, о ангеле. Мы продолжаем говорить о нашем Господе как действительно, как ангел Господень, как ангел Божий. Посмотрите, что же говорит о нем сам Отец Небесный. Он говорит, 23 глава, с 20 стиха мы читаем. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом Его и слушай голоса Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать голоса Его, исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. «Когда пойдет перед тобой ангел мой и поведет тебя комареем, хитяем, ферезеем, хананеем, и веем, и вусеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою и отвратит от вас болезни». Аллилуйя! Слава Господу! Мы с вами увидели здесь, что действительно Господь, ангел Божий, ангел Господень продолжает свой путь уже как тот военачальный, который ведет свое войско куда? В землю обетованную, в землю текущим молоком и медом, в землю, которую оккупировали хананеи и жили там давно страшные племена, от которых Господь хотел освободить, очистить эту землю и дать на этой земле жизнь своему народу, народу избранному, народу Израиля. И вы видите, что здесь мы можем не сомневаться, что речь идет опять о нашем Господе, потому что Он говорит в 21 стихе «блюди», то есть соблюдай себя перед лицом Его, слушай голос Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит. А разве ангел мог прощать грехи кому-то? Это только право дано Богу, и здесь мы с вами видим, ибо имя Мое в Нем, в Нем, в Сыне Божьем, и имя Отца Небесного, ибо Бог Отец и Сын Божий, они действительно друг друга знают так, как никто не знает, и поэтому мы знаем, что действительно наш Господь является образом Отца Своего. Итак, мы с вами увидели нашего Господа и продвигаемся дальше. И дальше вы посмотрите, только в одной книге исход, какие замечательные откровения мы с вами находим здесь. Мы с вами видим, что после того, как состоялась встреча, встреча состоялась Бога со своим народом на горе Сионе, мы на горе, которая называется также Хары, и мы с вами видим здесь очень-очень интересную ситуацию. Вот здесь, это 24 глава, мы прочитаем с вами, что же происходит. Моисей взял половину крови, влил в чаши, в другую половину окропил жертвенник, взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Вот такое обещание дал народ после той встречи на Хариве, на этой горе Синайской. Он действительно сказал эти слова. И дальше мы с вами видим, что он взял Моисей крови, 8 стих, окропил народ и говорил, сказал, вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах этих. То есть вы видите, то есть также был заключен Завет, о котором мы очень редко вспоминаем, что этот Завет, очень важный Завет с народом Израиля был уже заключен, да, был заключен в пустыне. И мы с вами видим, что же, какую встречу оказывает, какой почет Бог дает этим людям, народу Израиля, его служителям. Мы читаем в 9 стихе. Потом взошел Моисей и Арон, надав Явеут, и 70 старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное о работе из чистого сапфира, и как само небо ясное. И он не простер, вы видите, и он не простер руки свои на избранных, на сынов Израилевых, и они видели Бога, и ели, и пили. Вот вам вечеря Господня, вот прообраз той вечери Господня, о которой мы с вами читаем в Новом Завете, в Евангелиях, о встрече апостолов со своим учителем, со своим Господом и Спасителем Ишуа. Итак, мы с вами увидели, вот она наша, наш Господь, наша звезда, и здесь Он сияет во свете своем, и от этого света не умирают. А, посмотрите, грешные люди, народ, служители Израиля, они приходят туда, чтобы он показал себя, да, они увидели его, в каком виде здесь не говорится, но я думаю, что они увидели его как сына человеческого, как сына человеческого, потому что они ели и пили вместе. Можете себе представить? Это то же самое, что произошло потом в горнице, в встрече с апостолами, которые Господь осуществил на земле. Итак, мы с вами увидели в 24 главе тоже очень-очень важное откровение для нас с вами. И мы переходим прямо здесь еще одно откровение, теперь уже касается самого святилища, которое было построено в пустыне. В пустыне было построено святилище, или можно сказать храм, храм переносной, в котором мы видим много всего того, что Господь показал Моисею на горе. И вот точно он должен был это все воссоздать на земле, в этой пустыне. И вот я на что хочу обратить ваше внимание, дорогие, это на светильник. Там было несколько важных вещей духовных, которые Господь расположил в этом святилище, и там было святой святых, и там здесь очень много есть всего интересного. Так что можете в будущем обратить внимание на вот этот самый первый храм, если не считать, конечно, Эдемского сада. Я считаю, что это тоже было святилищем только для двух людей, которых Бог создал и дал им все условия для счастливой и доброй жизни, и это Господь имел в своем плане. Если бы не то, что случилось, когда туда, там появился змей, который совершил вот этот мятеж, и он подвинул к этому мятежу первых двух людей, Адама и Еву. Итак, мы с вами увидели, сейчас увидим с вами вот этот светильник, какой был интересный светильник, а должен был стоять и стоял вот в этом храме в пустыне, и Господь говорит, здесь это 25 глава, мы с вами читаем 31 стих, и сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть этот светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его, и цветы его должны выходить из него, шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветве и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должно быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Вы видите, как интересно, какой красивый светильник. Он просто напоминает, как дерево, и ветви, и яблоки, и цветы на нем. Представляете, все это нужно было сделать человеческими руками в то время древнее. Сами представьте себе, сегодня они знали, были бы такие мастера, которые бы смогли бы сделать вот такой красивый светильник. И дальше говорится в 35 стихе у шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко по двумя ветвями его, и яблоко по другими двумя ветвями, и яблоко по третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад. Видите, еще семь лампад, как лампочек, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. Вы видите, дорогие друзья, какая красота. И почему мы видим изображение вот этого светильника именно как дерево? Как вы думаете? Я думаю, что здесь очень важно понять, что Господь олицетворяет через этот светильник не только свет, но он олицетворяет свою связь со своим народом. Потому что ветви это его народ, это его члены, а тело, это его, как говорит нам сегодня Слово Божие, как говорит нам о виноградной ложе, это 15 глава Иоанна, Евангелие от Иоанна. И там говорится о ветвях, какими ветвями мы должны быть, какие плоды. Вот здесь говорится о яблоках, о яблоках. А это тоже плоды. Представляете, мы должны быть ветвями, которые приносят ему плоды. Вот что он ждет от своего народа. Вы видите, что мы с ним как бы сливаемся в этом светильнике, потому что мы сейчас с вами тоже прочитаем об этом, какими мы сегодня должны быть светом, какими мы должны быть светильниками в жизни. Конечно, говорит хорошо и может быть говорит правильно, но хорошо выполняет то, что Господь ждет нас от ветвей своих, чтобы мы не стали мертвыми ветвями, чтобы мы не засохли во время своего служения Богу. Вот я думаю, что это очень важно для нас, дорогие, понять и услышать. Сейчас, в это время, наша жизнь на земле особенно, потому что жизнь наша продолжается. Мы не знаем, она сколько еще будет продолжаться, но мы знаем точно, что мы хотим до конца пройти с ним. Тогда все бессмысленно будет, вся наша вера, если мы сегодня не будем ее поддерживать настоящими Божьими делами. Итак, дорогие друзья, мы посмотрели с вами книгу Исход, но на этом не заканчивается наше путешествие по Торе. Мы сейчас с вами дальше смотрим, и мы сейчас увидим с вами тоже что-то очень и очень интересное, очень загадочное. Это книга числа. Книга числа, и посмотрите, что здесь мы видим. Нам Господь говорит о себе, как о звезде светлой и утренней. Итак, мы с вами видим, мы с вами сейчас видим, дорогие друзья, числа, числа 24 глава, 24 глава. И перед нами предстает вот в этом откровении человек, который вообще в Слове Божьем называется ложным пророком, лживым пророком, пророком якобы не от Бога. Но когда мы внимательно читаем про историю вот этого человека, Валаама, то мы начинаем все-таки думать, что-то здесь не очень до конца нам понятно. Вот давайте посмотрим и прочитаем. Вот этот Вала, значит, посмотрите, «И воспламенился гнев», это 10 стих 24 главы книги чисел, «И воспламенился гнев Валаака на Валаама, то есть Валаак это был Моавитский царь, который призвал Валаама, чтобы он проклял Израиль как народ, потому что это был народ Божий, и он воевал и побеждал и пугал все народы, которые жили в то время на земле Израиля». И вот мы читаем с вами следующее, что же говорит и почему так прогневился вот этот царь Валаак на вот этого пророка Валаама. Он сказал, «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их». И вот уже в третий раз. И дальше он ему говорит, «Итак, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести такой». И посмотрите, что отвечает. Вот очень интересный ответ вот этого человека, который как бы числится среди пророков. Он говорит, «И сказал Валаам Валааку, не говорил я послам твоим, которых ты присылал ко мне, хотя бы ты давал мне Валаак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-то, что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить, что скажет Господь». И дальше он говорит, «Итак, вот я иду к народу своему, пойди, я возвещу тебе, что сделает народ этот с народом твоим впоследствии времени». И вот давайте послушаем вот эту притчу, эту притчу очень интересную и важную, которую он говорит о пророческой притчу о народе Израиля, о его будущем за тысячи лет. Посмотрите. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его». И вот посмотрите само пророчество. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает Джезел от Израиля и разит князей Муава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою и происшедший от Якова владеет и погубит оставшийся от города». И увидел он, видите, он еще увидел еще одно видение этот пророк, и он говорит, «Увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, первый из народов Амалик, но конец его гибель». И увидел он Кинеев, другое племя, и произнес притчу свою и сказал, «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен». И произнес притчу свою и сказал, «Горе, кто уцелеет, когда наведет это Бог». Придут корабли от Китима, и смирят Ассура, и смирят Эвера, но и им гибель. Вы посмотрите, 24 стих, это стих говорит о времени, каком, знаете, вы себе представить не можете, что он говорит о времени, которое описывает Даниил, о последних днях, о перед пришествием нашего Господа, когда вот этот Ассур, который называется здесь Ассуром, является Антихрист, Антихрист, о котором мы читаем в книге Откровения в 13 главе. Можете себе представить, за сколько тысяч лет этот пророк, Господь дан ему слово предсказать о таких событиях, которые как для нас это, как мы не знаем сколько еще времени, мы живем в последние дни, а он тогда уже сказал о великой, великие слова о победе Израиля над вот этим страшным последним Антихристом, который будет движен сатаной, дьяволом. Итак, мы с вами увидели, да, здесь очень важно, что мы должны были сказать, он сказал в 17 стихе о том, что зрю его, но не близко, восходит звезда от Якова, вот, о нашем Господе, а Ишуа говорит он как о звезде, которая восходит, да, и которая будет разить всех врагов Божьих. Вот мы с вами как раз можем воссоединить два этих пророчества, да, где Господь идет впереди как ангел Божий для того, чтобы разить вот эти страшные семь народов ханонийских. Вы видите, какая интересная связь и какое размышление Господь дает нам сегодня через Ктору, через книги Пятикнижья Божия. Итак, мы с вами видим дальше. Мы идем дальше, дорогие друзья, и мы продвигаемся уже в своем духовном хождении или шествии с нашим Господом Духом Святым и посмотрим на книгу это уже Танах, это уже книга Таилим, это книга Псалтырь, и мы с вами сейчас смотрим на 18 главу и читаем очень интересные откровения, которые Бог дал царю Давиду, псалмопевцу Давиду, и вот посмотрите, какие интересные слова мы слышим от этого пророка Давида, потому что он был и пророком. И вот посмотрите, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает вер, день в дню передает речь, и ночь в ночи открывает знания, нет языка и нет наречия, где не слышался голос, голос, и по всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их, он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених, из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от тепла его. Посмотрите, как замечательно Господь дарует нам в таком поэтическом виде солнце, солнце, которое выходит как жених из брачного чертога, что мы читаем в шестом стихе, радуется, как исполин пробежать свое поприще. Представляете, как мы сегодня, как его ученики, должны радоваться пробежать свое поприще на этой земле, чтобы встретиться с ним, с солнцем праведности. Он является нашим солнцем, он дает нам тепло, он дает нам духовное тепло, он дает нам обнимает нас, потому что мы кто? помимо всего, что мы служители, что мы сегодня его дети, но сегодня мы его члены, мы так близки его телу в храме его, потому что он наш глава, поэтому, дорогие друзья, давайте помнить, что действительно шествие его продолжается, и наше шествие вместе с ним продолжается. Дальше мы смотрим с вами, и на этом не заканчивается, но мы с вами вновь сейчас уже подходим к книге пророка, книге пророка какого, как вы думаете, я думаю, вы думаете так же, как и я, потому что Дух Святой дает нам те же мысли, посмотрите, что мы видим в сороковой главе, сороковая глава пророка Исаии, и мы с вами видим очень интересный тоже, это все откровение, это все пророчество, посмотрите, Господь говорит через пророка Исаию, Дух Святой говорит, 26 стих сороковой главы, поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает, посмотрите, только одно вот это начало вот этого великого пророчества, мы видим с вами, что Господь говорит о ком, он говорит о воинстве своем, он говорит, возможно, я о звездах, как планета, как небесных телах, но я думаю, что здесь в первую очередь он говорит о своих небожителях, он говорит о духах святых праведников, потому что он их всех называет звездами, и вы сейчас убедитесь в этом, еще раз, я вам еще в одно место постараюсь показать, ведь он всех их называет по именам, помните, мы с вами читали Иоанна 10 глава, где Господь говорит о себе как о добром пастыре, и там он тоже говорит о том, что они знают его имя, он знает их имена, он знает свое стадо, он знает своих служителей, он знает как на земле, так и на небе, для него очень важно имя, которое носят сегодня перед ним его служители, вы видите, и здесь говорится, как же ты говоришь, он здесь как бы обвиняет, здесь он как бы обличает пророк Исаия, свой народ, который он называет Яков, он говорит, как же ты говоришь, Яков, высказывающий Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего, видите, разве ты не знаешь, Бог задает вопрос, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, и не изнемогает, и разум его не следим, он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, вот как Господь сегодня благословляет нас своими словами, чтобы им продолжали верить и надеяться, что он никогда не подведет, никогда, потому что если мы верны, он еще тысячу раз вернее, чем все мы взяты вместе, поэтому мы должны, дорогие друзья, доверять ему и знать, что мы не утомимся, даже если мы устаем, даже если мы расслабляемся, даже если мы иногда падаем, он все равно, как говорится, семь раз поднимает праведник. Итак, мы с вами увидели замечательное место откровения Божьего и продвигаемся дальше, и вот теперь мы подходим к самой последней книге пророков Израиля, мы подходим с вами к книге Малахия, вот если вы знаете, может быть, нет пророк Малахия переводится его имя как Малах, Малах это ангел, то есть ангел это также переводится как посланник, то есть он Малахия, Малахия, Малахияу по-другому означает он кто? Он служитель, он ангел или посланник Божий, посланник Яхве. Итак, мы с вами посмотрим, что же этот посланник дает нам, какое интересное пророческое откровение очередное мы с вами находим в 4 главе. Давайте прочитаем с 1 по 3 стих. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, все надменные и поступающие нечестиво будут как солома и попалит, и попалит и грядущий день, говорит Господь свобод, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющий перед именем моем, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать от нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Яхвец Ваот. Аллилуйя. Слава Господу, вы видите, что Господь через Малахию, который жил так давно, представляете себе, уже почти две с лишним тысячи лет назад мы с вами видим, что этот человек, этот пророк действительно предскажет здесь и в других местах Писания, очень важные обличающие слова, обращенные к священникам, это в первой главе, и он говорит, как мы с вами должны, какую жертву приносить своему Богу, как мы должны служить, чтобы иметь такое почтение от Бога, для того, чтобы, посмотрите, в этот день, когда все будет пылать, как печь, когда он придет в силе своих ангелов, великий наш Господь, звезда светлая утренняя, посетит эту землю во втором пришествии, и мы с вами видим, что будут гореть все нечистые его, все злодеи, которые совершали злодейство и думали, что они не получат возмездие, они получат, и очень страшно, но здесь мы видим также различие между теми, кто служил Богу, и кто не служил, обратите внимание, в третьей главе Господь говорит такие слова, это третья глава, 17 стих, и они будут моими, говорит Господь своего, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, вы видите, какими сыновьями, дочерями мы должны быть с вами, и он дальше говорит, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестимым, между служащим Богу и неслужащим ему, вы видите, какие слова, сколько искренности, сколько любви, сколько Господь милости проявляет к нам, слабым, как бы ничего не стоящим рабам, но он ценит, он любит, и он благословляет, мы видим, как он благословляет нашу жизнь, даже если нам иногда кажется что-то не так, что-то вот, Бог, как вот сегодня мы говорили, да, в этом комментарии, замедлить, да, нету пока ответа, мы молим, молим каждый день, просим, а ответа нет, но мы не должны разочаровываться и разочаровывать своим разочарованием нашего Бога, дорогие друзья, я вот это думаю очень важная мысль, ни в коем случае, ни в коем случае, потому что Господь говорит нам, что, что у нас называют благоговеющими, мы должны бояться его, не как тот судья, да, который не боялся, но должны бояться Господа, страхом Божьим, не страхом сатаны или страхом человеческим, у нас не должно быть таких страхов, один страх, страх Божий, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте, искренности, говорится в слове Иисуса Новина. Итак, дорогие, мы с вами услышали, и вот мы сейчас с вами подошли уже к Новому Завету, мы с вами подошли к Новому Завету, к Рождеству Христову, посмотрите, открой место, вместе Матвея, Евангелие от Матвея, и мы с вами прочитаем очень интересный отрывок, а тоже, это тоже очень важно откровение Божие, которое мы находим с вами в Евангелии от Матвея. Итак, это вторая глава, мы с вами читаем следующие слова. Когда же Иисус родился в Вифлееме, я сразу здесь хочу подчеркнуть, чтобы мы с вами знали, что этот город звучит на еврите совершенно не так, Вифлеем нам ни о чем не говорит, а вот Бейтлехем, это точно, он говорит нам, что это дом хлеба, это так называется этот город, где родился наш Господь, дом хлеба, потому что он является хлебом, живым хлебом, хлебом, который Господь дал нам для того, чтобы мы ели его плод и пили его кровь. Вот, поэтому мы с вами должны знать, дальше будем читать Бейтлехем, родился Бейтлехем иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим, волк вы с востока и говорят, вы видите, три мудреца пришли с востока, с арабийской пустыни, возможно, и они говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, обратите внимание на эти слова, они пришли поклониться, вот он страх Божий, вот она мудрость Божия, они прошли тысячи километров для того, чтобы добраться до этого иудейского маленького городка Бейтлехем. Услышав это, Ирод, тот царь, злой, страшный, нечестивый царь, который был в Иудее, что же, какова реакция его была, царь встревожился, и весь Иерусалим вместе с ним, и что же он сделал, он собрал всех первосвященников, книжников народных и начал спрашивать где должно родиться Христу, где должно родиться то есть помазаннику Божьему, да, и они же сказали ему быть лейхами иудейским, ибо так написано через пророка, и вот мы с вами читаем пророчество Михея в пятой главе, где дано вот это пророчество очень важно для всех читающих Священное Писание, и ты, Бейтлехам, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя, из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля, что наш Господь должен появиться на земле Израилевой, чтобы стать пастором своего народа, и дальше мы с вами видим, что происходит в седьмом стихе, тогда Ира, тайно призвав вовков, выведал из них время появления звезды, и послав их Бейтлехам, сказал, пойдите, тщательно разведайте младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему, вот он, коварный, страшный злодей, как будто бы он хотел поклониться Господу царю иудейскому, нет, его цель была убить, уничтожить этого царя, потому что он не хотел рядом с собой иметь никаких конкурентов, он хотел быть царем, изверствовать злодейски, как он это делал, это был тоже один из антихристов древнего времени, и дальше мы с вами видим, он говорит в 8 стихе и послав их Бетлехам, сказал, пойдите тщательно разведайте младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы я мог ему поклониться, и они, выслушав царя, пошли, и эта звезда, которую мы видели на востоке, шла перед ними, и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец, вы видите, как здесь, каким, какой вот особенной радостью мы воспринимаем вот эту звезду, это таинственная звезда, кто за этой звездой стоял, ангел, или это был человек, или это было что-то особенное, небожитель, мы здесь не видим, но мы понимаем, какую связь эта звезда имела с нашей звездой, звездой светлой и утренней Ишуа Машеха, эта звезда, которая пришла навстречу своему спасителю и вот посмотрите, увидев звезду, 10 стих, они возрадовались радостью великою, весьма великою, вы видите, и войдя в дом, они увидели младенца с Марией, матери его, и поклонились, видите, они упали буквально низ перед ним, и они поклонились, и открыли сокровище свое, и принесли ему дары, золото, ладан, смирну, вы видите, дорогие друзья, сколько даров, каких даров они принесли, и получив это откровение, видите, это слово, откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. итак, мы с вами увидели вот это замечательное место встречи вот этих двух звезд, маленькая звездочка, которая лежала в яслях, наш Господь, наш Святой Сын Божий, Сын Человеческий, Сын от Единородного Отца, и вот он лежит, как маленькое беззащитное дитя, представляете себе, какая картина, вы видите, как эти люди поклонились, упали низ перед ним, они поняли, вот он Спаситель, вот он Господь мира, вот он Агнец Божий, Аллилуйя, слава ему, дорогие друзья, просто действительно, как трудно вот читать это все, и в то же время такую радость это доставляет нам, когда мы говорим о Рождестве, как о чем-то уже понятном, рутинном, может быть, для кого-то, но вы всегда, мы с вами должны удивляться, радоваться вот этому чуду, что Господь Отец послал нашего Господа, Сына Божьего, самого Бога на землю, стать маленьким человечком, родиться от мамы, от Марии, Мирьям, это же чудо, и дать отца ему, и все, это же все замечательно, дорогие друзья, поэтому я вот с вами хотел здесь сейчас обратить, раз мы уже в Новом Завете, мы приближаемся к завершению нашей проповеди, но я не могу не вспомнить очень важное пророчество, которое получил, которое получил апостол Петр, дорогие друзья, апостол Петр во втором послании своем говорит следующие слова, которые также очень практическое богословие, они очень важны для нас сегодня, почему, потому что вы сейчас убедились вместе со мной, если мы не развиваем тему какую-то очень важную о нашем Господе, то мы никогда не познам его во всей полноте, во всей красоте, во всей радости, кто нами руководит нашей жизнью, и вот здесь он говорит в девятнадцатом психе, это первая глава Второй Петра, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, представляете себе, какое замечательное назидание мы сейчас слышим от нашего Духа Святого, Великого Учителя, он говорит, чтобы мы обращались к пророческому слову, потому что пророческие слова мы находим во всем Петцане абсолютно, и в Торе мы находим, и в Псалтере, и в других книгах мы находим очень много, это книга Божьих откровений, поэтому мы должны с вами искать, читать, трудиться, и делать все усилия, чтобы постигать это слово, представляете себе, дорогие друзья, поэтому тогда вот только, если мы будем обращаться, тогда вот это вот эта утренняя звезда зайдет в нашем сердце, без этого для нас Иисус не будет живым, таким живым, каким Господь хочет в наших сердцах, понимаете, поэтому вот это очень важно, только через вот это слово, которое мы питаем свою душу, дух, тело, мы можем сделать все, чтобы Господь захотел зайти в нашем сердце и стать навеки нашим чудным спасителем. И так дальше мы с вами будем сейчас завершать книгу Откровения. Вот посмотрите, мы начали с книги Бытье, да, с книги Бытье говорили и о свете, и о светильниках, и о светильнике в храме, и я не сказал немного о светильниках в Соломоловом храме, где там не один был светильник, а десять светильников, пять с одной стороны и пять с другой стороны. И представляете, какой красоты эти были светильники, это все указывало, все, и стол предложения, и жертвенник, где делали фимиам, это все указывало на кого, на нашего Господа, это все показывало на Него, смотрите, ищите Его, исследуйте Писание, сам Иисус сказал, там найдете меня. Дорогие друзья, итак мы с вами смотрим книгу Откровения, и мы с вами смотрим на первую главу, замечательнейшая глава, и мы с вами видим, какая встреча Иоанна с нашим Господом уже не на земле, как он был любимым учеником среди апостолов Христова, и мы видим с вами, что же он говорит в 12 стихе первая глава Откровения, я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною и обратившись, увидел семь золотых светильников. Обратите внимание, опять речь идет о светильниках, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым пояса. Мы видим его как судью, как первого священника, который встает перед Иоанном, и мы видим с вами его описание, каким его увидел апостол Иоанн, а он его увидел в 14 стихе, что голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, как то, что описано в книге Даниила, и очи его, как пламя огненный, и ноги его, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Вы видите, дорогие друзья, что мы видим его, в какой красоте духовной показан он здесь для нас. И здесь мы видим, что в 16 стихе, что он держит в своей руке семь звезд. Обратите внимание, очень важное место. Семь звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И так мы увидели его лицо, каким лицо увидели три его ученика на горе Хермон. И мы с вами видим здесь, как сияет лицо. И когда он увидел его Иоанн, посмотрите, какова реакция на него была его лица, то он просто пал к ногам как мертвый, и он положил на него десницу свою и сказал, не бойся, я есть первый и последний. Вы видите, как Господь всегда говорит и утешает, ободряет нас во всей нашей жизни. Когда мы встретимся с ними, я думаю, что многие из нас падут перед ним и не смогут выдержать его славного взгляда его, его присутствие Божьего. Посмотрите, дорогие друзья, и он говорит такие слова, и живой и был мертв, и все живы во веки веков амини имеют ключи от ада и смерти. И сегодня никакие враги Божьи, никакие враги Слова Божьего, не могут сказать, что он не воскрес, не могут сказать, что он не взошел в небо к Отцу Небесному, никто не может сказать, что он сегодня не судья живых и мертвых, когда он имеет ключи от ада и смерти. Кто это может позволить сказать? Кто может оглубиться над святым Богом, над Иисусом Христом? И поэтому мы с должны знать действительно, что наш Господь. Здесь в 20 стихе очень интересно открывает нам важный момент, связанный с темой о звезде светлой утренней. Здесь говорится «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть». Такая «Семь звезд, суть ангелы семи церквей». Вы видите, звезды и ангелы синонимичные слова, термины очень важные, что это звезды и это ангелы. И дальше еще что говорится здесь. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И мы тогда с вами понимаем, какая опять связь между нами и нашим Спасителем, нашим Господом, который является звездой светлой и утренней. И вот посмотрите, что же еще мы видим очень интересно здесь же во второй главе. Посмотрите, когда Господь обращается к ангелу Феатирской церкви, вот такие слова он говорит нам. Это у нас с вами вторая глава книги Откровения, и мы читаем 25 стиха Господь обращается к этому собранию и говорит, только то, что имеете, держите, пока приду. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железном, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. Посмотрите, какие замечательные слова Господь дальше говорит. И дам ему звезду утреннюю, вот этому побеждающему христианину в Пеатирской церкви, он говорит, дам ему звезду утреннюю, посмотрите, значит, он отдает себя, уже будучи на небе, он отдает полностью дальше себя для служения ему там, в его обителях, в его небесном Иерусалиме. Видите, и дальше говорится, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Почему он каждому обращению к церкви, семи церквям, говорит в конце эти слова? Да потому что многие не услышат своими духовными ушами, что Господь чему учит, куда он нас направляет, он просит просто нас, чтобы мы не потеряли то, что он дал нам, держите, пока придут. Понимаете, пройти до конца свое поприще, это не так просто, как многие думают. Пройти, не просто сидеть, лежать или еще что-то делать, но служить, а это значит проходить все трудности, испытания, все, что мы должны пройти, дорогие друзья. поэтому здесь очень важно, что мы сейчас с вами услышали, какой благословенный наш Господь, звезда светлая и утренняя. И вот посмотрите, чем завершается наше с вами вот это понимание всей этой темы. И мы с вами видим в откровении еще, да, вот посмотрите, какие вот места, просто невозможно пропустить их и сказать, что ну, времени уже почти прошло. Дорогие друзья, наберитесь еще пару минут. Терпение, потому что возможно мы сами или будем читать, может быть, не поймем, или еще где-то упустим. Мы не должны ничего упустить сегодня. И я вот хочу обратить ваше внимание на 12 главу. Здесь несколько стихов. Очень важно откровение Божие, которое сегодня мало кто понимает сегодня из церкви. Это я с полной уверенностью могу сказать, потому что сегодня мало кто истолковывает верным образом это место. И здесь говорится, явилась на небе, это 12 глава, великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве, кричала от болей и мук рождения. И другое знамение, явилась на небе, вот большой красный дракон, семью головами, десятью рогами, на головах его семь диадим, хвост его увлек с неба третью часть звезд и подверг их на землю. Дракон же стоял перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит почти все народы, жезлом, железом, и восхищено было дитя к Богу, престолу его. Это место очень важно, откровение его, очень важно правильно истолковать и при этом не просто своими собственными мыслями, потому что это невозможно, только Дух Святой может открыть служителю то, о чем здесь говорится. Здесь говорится о народе Израиля, здесь говорится не просто о народе Израиля, о Божьем Израиле, о Израиле, который является святым остатком для святым остатком для всего мира и, в первую очередь, для Бога. Это святой остаток Израиля, это 144 тысячи запечатленных Богом. Это речь идет о них. И рождение здесь идет, их рождение происходит, духовное рождение, именно когда до прихода нашего Господа первого пришествия. Это рождение будет очень важным, почему? Потому что это целая армия духовных служителей Божьих Израиля придут на землю для того, чтобы совершить важное служение спасения для всех, кто не слышал весь спасение в то время. Это будет три с половиной года продолжаться и будет состоится битва, духовная битва с Антихристом того времени и Антихрист казнит их всех и они потерпят как бы поражение, но это будет великая победа этого остатка, потому что они не пожалеют себя, они не пожалеют своей жизни, они не пожалеют своей души, то, что так важно для Бога. Конечно же, они придут и воскрешенные, встанут перед своим спасителем и Агнис Божий будет водить их к источникам своим, то, что описано в седьмой главе книги Откровения в последнем стихе. Итак, мы с вами увидели, что речь идет здесь конкретно, чтобы вам было понятно, что единственным числом о сыне, но речь идет о целом, это собирательный образ целого великого множества 144 тысяч, то есть по 12 тысяч из каждого колена Израиля будут избраны те, которые будут сражаться и побеждать в великой скорби Антихриста и его страшной силой. И, конечно же, мы с вами видим о том, что говорится здесь в книге 21 главе. В 21 главе мы видим уже небесный Иерусалим, сходит невеста, сходит жена, и это есть вот как раз святой остаток Израиля, это жена Бога, жена Христа, и мы с вами видим, что это город, в то же время это город, и здесь Господь говорит, посмотрите, ангел говорит, у которого было семь чаш наполненных семью последними ян, и сказал он мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агонса, обратите внимание на эти слова, и вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога, и он имел славу Божию, светило его подобное драгоценнейшему камню, камню, яспису кристалловидному, вы видите, дорогие друзья, то есть мы вновь видим нашего Господа, нашего славного Ишуа, который назван светилом, драгоцен, подобный драгоценному камню, и также мы с вами видим в 22-м стихе очень важное для нас понимание этого откровения, он говорит, храма же я не видел в нем в этом городе, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм его, то есть Отец Небесный, и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его, кто? Агнец, спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут него славу, честь свою, ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут него славу и честь народов, и не войдет в этот город ничто не чистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, Аллилуйя, слава нашему Господу, нашему Христу, тот, который действительно одержал, одерживает, и еще одержит много великих побед для славы своей, для славы своего народа. И вот последние слова, которые говорит сам Иисус, 22 главе, он говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам, засвидетельствовать вам в церквях, я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, и дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Аминь, Аминь, большое спасибо за эту проповедь, слава Богу. Аминь.